Доброе утро, друзья мои коллеги. Мой доклад будет основан опухолями кожи. Меньше и теологии патогенеза мы будем касаться и в большей степени мы хотели бы обратить внимание именно на наш клинический опыт, наши операции, которые мы делаем в самом отделении. Опухоли кожи это наиболее частными причинами возникновения. Это частое травмирование, различные виды облучения, агрессивное воздействие, а также генетическая предрасположенность. В России рак кожи в структуре заболеваемости занимает третье место. Среди всех злокачественных образований составляет от 11 до 28%. Наиболее частными локализациями, как правило, опухоли кожи это локализация опухоли головы шеи, в меньшей степени конечности и также грудь и спина. На данном слайде мы уже будем представлять наших пациентов с злокачественными образованиями различных локализаций, нос, щеки, губы, ну и так далее, другие виды опухоли. Основными методами лечения этих злокачественных образований является хирургическое лечение, такие как тотальное удаление опухоли, также с использованием реконструктивных операций, криодеструкции опухолей, истечение с биопсией сигнальных лимфатических узлов, а также радикальные операции с радикальными шейными эксцезиями. На данном слайде представлен весь список различных кожно-мышечных лоскутов, которые используются для замещения дефектов. Это микрохирургические, регионарные, местные и использование трансплантантов. В данном случае хочу представить клинический случай. Это пациент с неоднократно проведенным хирургическим лечением плоскоклеточного рака щеки. В данном случае пациента рецидив. Произведено истечение опухоли и пластика дефекта местными тканями. Здесь пациентка с не очень удобной локализацией хирургического профиля. Это пациентка с плоскоклеточным раком медиального угла глаза с распространением на нижний век. У пациентки также проведена реконструктивная операция. На данном слайде представлены различные виды опухолей, также проводимые оперативные вмешательства и первые дни после хирургических вмешательств. В данном случае пациентка другая уже через 3 месяца после подобной операции. Здесь также представлены различные виды пластики, различные виды разрезов, используемые для замещения дефектов, использования кожных лоскутов, а также таких неудобных локализаций для хирургии. Это латеральный угол глаза с применением кожно-мышечных лоскутов на сосудистой ножке. Здесь также существуют пациенты с распространенным базально-клеточным раком, распространением подлежащей мягкой ткани. Также используются кожно-мышечные лоскуты на сосудистой ножке, ротации лоскутов и, в данном случае, пациент с базально-клеточным раком носа. С распространением подлежащей мягкой ткани проведена полная эксцезия, полное удаление опухоли с пластикой кожно-мышечным лоскутом именно с лба. Это первые дни после операции. На данном слайде представлена пациентка с базально-клеточным раком медиального угла глаза. Пациентке также проведена реконструктивно-пластическая операция. Это пациентка через 3 месяца после проведенного лечения. Также пациенты с такими опухолями приходят. Пациента растило длительное время, около 10 лет. И в пациентке было выполнено удаление радикальной опухоли с пластикодефекта местными тканями, а также свободными кожными лоскутами со спины. Это пациентка через 4 месяца после операции. Это пациентка через год после операции. Как видите, лоскуты уже покрыты волосяным покровом. И довольно хороший результат. Здесь пациент с распространенной опухолью базально-клеточный рак. Распространение процессов подлежащей мягкой ткани и внутреннее ухо. Пациенту выполнено радикальное удаление с реконструктивно-пластическим компонентом. Дальше вопрос, пойдет разговор о криодеструкции. Это применение для базально-клеточного рака, для небольших операций, которые являются косметичными. В данном случае это наш криоаппарат. Использование различных аппликаторов и УЗИ-аппарат, чтобы определить степень распространения процесса. Существует струйный метод, аппликационный метод и пункционный метод криодеструкции. На данном слайде мы видим распространение в специальном геле, чтобы видно было, как распространение в зависимости от различного вида аппликаторов. Здесь также неудобные локализации. Это базально-клеточный рак медиального угла глаза. Под место анестезии проводится инфильтрация, срезается скальпелем, проводится аппликационная криодеструкция и также коагуляция гемостаз. В данном случае также представлена криодеструкция опухоли кожи. Место анестезии и сечения криодеструкция – это вид непосредственно после удаления аппликатора и гемостаз при помощи лазера. В данном случае пациентка с распространенной базальной клеточной карциномой области правой щеки с распространением на латеральный угол глаза. У пациентки при помощи струйного криодеструктора и с использованием обычной салфетки произведена аппликация опухоли кожи с последующим гемостазом. И пациентка первые сутки после операции – это через 3 месяца после операции формирования корочки. В данном случае следующий слайд о меланоме. О диагностике останавливаться не буду. Все это прекрасно знают. Есть методика дерматоскопии, использование системы ABCDE, аккорд для определения типичности невусов, различные варианты меланомы. Метод лечения, естественно, идет хирургический. Используется различные хирургические вмешательства в зависимости от стадии применения хирургического метода. Метод хирургический с использованием адъювантного лечения. И также циториодуктивная хирургия и системная. В данном случае пациент распространен с распространенной меланомой кожи волосистой части головы. Произведен гемостатический шов вокруг опухоли. Удалена опухоль до апоневроза. Учитывая большое распространение, невозможность укрытия местными тканями, естественно, произведена забор лоскута с живота. И пластика с свободным кожей лоском с тугим термопонированием после операции на как минимум 10-14 дней. Здесь пациент с аналогичной ситуацией. Также свободный кожаный лоскут на голову. И пациентка с верифицированной меланомой. Рецидив при помощи сиоскопии установлен рецидив. Также гистологически подтвержденный рецидив. Пациентке выполнено иссечение опухоли с пластикой. Это пациентка через 7 дней после операции, через 3 месяца и через 5 лет после операции. Довольно неплохой результат. И еще один из последних слайдов. Это пациент с распространенной лифомой, с метастазами в лимфоузлы шеи. Мы видим такой большой конгломерат. Была проведена цитроэлективная палиативная операция. Удаление объемной опухоли с пластикой дефекта кожно-мышечным лоскутом на сосудистой ножке, чтобы укрыть такой большой объемный дефект. И в данном случае состояние после операции. Это пациент на столе. И это один из вариантов хирургического вмешательства. И пациенты с довольно-таки неудобными локализациями на крыле носа также произвели реконструктивную операцию. Все, спасибо за внимание. Это вкратце те вещи, которые мы у нас делаем. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok